Получается, вот она вот так пойдет. Вот так, видимо, туда. В этом доме в поселке Карьер, к примеру, Хаймурзина живет с рождения. А теперь ее семья и двое детей. Только недавно сделали пристрой, а месяц назад узнали, что на участке может появиться дорога. Получается, сейчас собственники здесь я, моя мама, муж. Мы вот для себя сделали раздельное жилье. У нас две кухни. А получается, как собственники-то нам одну территорию дают. Ни на что и никуда я отсюда не хочу уходить. Мне ничего не надо. 37 лет уже живем. Вот эти самолеты над нами летают, по ним будем скучать. Как уже изучили карту местные жители, вот здесь будет дорога в четыре полосы. Начнется она от улицы Одорадского, потом через Казанку, через этот поселок и к федеральной трассе М7. Под снос могут пазить десятки жилых домов и даже мечеть. Переживают за свои дома и в Больших Клыках, и в Новой Сосновке. А на собраниях жильцы собирали подписи против. Как сегодня заявили в исполкоме, планы на большинство трасс были заложены еще в 60-е годы, а часть построек самостроя. Собственность, очень многие здания были проведены не решением города, а решением федеральных наших структур в соответствии с дачной амнистией. На самом деле, ни ГПЗУ, ни разрешение строительства в таких коридорах дорог, не выдавались никогда. Когда генпланы финансирование утвердят, дома, возможно, выкупят. Все спорные моменты вынесут на публичное слушание. Кто-то говорит о том, что не предупредили, это бессмысленно, это невозможно предусмотреть и предугадать. Еще раз повторю, что все решения в генплане предложены специалистами, профессионалами, градостроителям на основе глубокого анализа и выбранной среди нескольких вариантов, которые были возможны. Публичное слушание по новому генплану стартует 29 мая. На них вместе с жителями обсудят транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру. Все, как будет развиваться город до 2035 года. Место и время в каждом районе появятся на официальном сайте города. Анна Городнова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова